Работу Линды! Что это за видеоработа? Никто не знает! Сейчас увидим! Оп! 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 Ярка и долгая река, которая в огне, не подходи ко мне. Легкие движения реки, крушение за огонь, ты не играй со мной. На самом деле, если врубаться в тексты, то можно понять душу человека, можно понять, что он хочет этим сказать. Я и Линду не очень хорошо знаю периодически, где мы встречались на съемках. Человек такой, очень замкнутый, здрасте, здрасте, все, особо общения не было. Но внутренний мир, видно, очень сильно развит. Линда нашла себя, нашла свой стиль. А до этого она находилась в таком жестком поиске. Где я, Линда? Ну, я просто последние ее работы вижу, и мне они очень нравятся. Они очень качественные, музыка очень качественная. И клип очень понравился, потому что на самом деле агония, она выражена очень четко, когда человек ищет себя, мечется, не знает, что с ним происходит. Это очень актуально, я думаю. Но ты в эфире, я и ты, в четыре руки, не стали так близки. Сама, не спорю, кто кого, поборет и меня, а может я тебя. В клипе показано, лысый чел трет себе репу и так мается, а она такая поет, агония, ну, ну, побрился, в шине вывелись, ну, что поделаешь, все, агония. Он такой, ааа, вот и весь клип. Агония, играем вдвоем. Я бы заметил, что видео очень сильно отличается в лучшую сторону по графичности. И по средствам, которые использовали графические дизайнеры. Ну, честно говоря, не очень нравится вот в этом кадре макияж. Ну, Митя, она здесь вообще на себя не похожа на самом деле. Агония, агония, сомнен мы играем вдвоем. Здесь явно прослеживается связь с клипом «Мадонны Фроузен». Вот эта вот идея обрядить Линду в черное платье с вот этими вот висящими лентами. Линда всю жизнь была в черном платье. Уже второй раз ее объявляем в том, что с Мадонной похожа. Ну, похожа ведь. Вороны вот какие-то вот летали. Мадонна сперла. У нее даже движение похоже. Агония, агония играет вдвоем. Сделай так, чтоб не было больно. Сделай так, чтоб не было страшно. Сделай так, чтоб не было темно. Ну, это предыдущая работа далеко уже забытой Линды, а сейчас агония. И мы ее обсудим. Алексей. Ну, вообще, мне очень понравилось и порадовало, что Мэрлин Мэнсон наконец-то запел по-русски. Вот. Меня это так приятно удивило. Ну, если серьезно, то на самом деле под конец песни я просто начал засыпать. Почему Мэрлин Мэнсон-то? Ну, почему Мэрлин Мэнсон? Ну, ты посмотри на грим. Обыкновенный готический стиль. Ты хочешь сказать, что все люди гота, они косят под Мэрлин Мэнсона? Это первое. А второе, что у меня просто складывается такое впечатление, что она просто косит под него. Мне кажется, Линда еще на лет 10 раньше Мэрлина Мэнсон. Во-первых. А во-вторых, здесь совсем другая. Здесь идет... Линда больше, мне кажется, к восточным каким-то, ну, каким-то темам, чем к Мэрлину Мэнсона вообще. Бог с этим Мэрлином Мэнсоном. Просто я не знаю. На самом деле, м***ка полнейшая. Просто я говорю, это гоняет в тоску, в депрессию. И хочется просто, я не знаю, лететь. Ой, ну слушай, группа фабрика. Если не спать, то пойти просто повеситься где-нибудь потихонечку. Алексей. Я совершенно не согласна с Алексеем, потому что если у девушки длинные черные волосы и она накрашена, это не значит, что это пародия на Мэрлина Мэнсона. Это во-первых. Во-вторых, музыка совершенно, ну, просто совершенно не похожа на Мэрлина Мэнсона. А насчет самой песни, я считаю, что песня нормальная, песня хорошая. Конечно, медленная, но это же не значит, что медленная грустная, это же не значит, что надо под все медленные песни засыпать. Убираем звук, остается довольно-таки приличный видеоряд. Меня очень затронули вот эти глаза черные, которые появляются в темноте. Довольно, довольно интересно. Я только, может быть, проголосую, воздержусь, то, что клип, именно видеоряд мне понравился. Отлично. Наступило время проголосовать за клип номер два. Это Линда Агония. Голосуем. Гражданка Линда, докладываю, четверо воздержались, пять против и трое за ваш клип Агония.